Нереальный, просто космический дизайн от видео без лишних слов. И новое, двойное наращивание абсолютно без опила. Все это я покажу на своем многострадальном травмированном ногте. Ямка, которая сейчас на кончике, пару месяцев назад была примерно вот здесь. Отросшие ногти, которые длительное время были без коррекции, подорвали свой натуральный ноготь. Ноготь отрос и зона стресса сместилась, и при постоянном давлении на кончик ногтя, гель подрывал мой натуральный ноготь в этом месте, после чего появилась ямка. Но сейчас вы видите уже отросший вариант. Это и является одной из причин, почему нельзя откладывать коррекцию. К годовщине самого ужасного для миллионов людей года, настроения хватило лишь на черный маникюр. Четыре ногти готовы, ну а на пятом я решила показать вам легкий способ двойного наращивания. Плюс легкий дизайн абсолютно без опила. Основой любого способа наращивания является подготовка натуральной ногтевой пластины. Поэтому зашлифовываю торец. После зашлифовываем саму поверхность ногтя. Необходимо лишь убрать глянец и сделать ноготь слегка шершавым. Так как кончик моего ногтя уже поврежденный и истонченный, пилить даже мягкой стороной пилочки ноготь в этом месте нельзя. Ведь так ноготь мы еще больше истончаем. Для поврежденных, расслоившихся тонких ногтей используем бафик. Аккуратно без давления зашлифовываем и избавляемся от расслоек. Тщательно убираем пыль. Особое внимание уделяем около кутикулы и в синусах. Пыль в этих местах является основной причиной от слоек материала. Далее работаем с кутикулой. Ее я отклеиваю и приподнимаю. Пушером работаем с небольшим разворотом. Проверяем нет ли склеек. И с помощью фрезы очищаю ноготь от наросшей кожи птеригия. Насадкой также раскрываю и разворачиваю кутикулу. Пока не срезаю, лишь открываю доступ к ногтю, чтобы кожа не мешала. Когда на ногте уже нет пыли, обрабатываю его обычным техническим спиртом. Главное не водкой и не другим алкоголем, ведь в них есть масла. Даем спирту пару секунд самостоятельно испариться и ноготь подсыхает. Беру универсальный праймер для системы гелевых ногтей. Объемный флакон с удобной кистью. Этого средства вам хватит на очень долго. Хорошо отжатой кистью наносим праймер на 2 третьих ногтя, без затеков на кожу. Ноготь подготовлен, можно перейти к покрытию. Начнем с базы. Я использую базу фирмы Реформа. Это довольно густая, гибкая база. Она отлично подходит как раз для тонких, гибких, гнущихся ногтей. Такую гибкую эластичную базу желательно использовать для мягких ногтей перед укреплением или наращиванием твердыми материалами. Нанеся базу на ноготь, сушим в лампе. Далее я беру обычные бумажные формы. Самые обычные бумажные формы, которые лежат у меня в ящике уже очень много лет. Но сколько бы новых способов наращивания не появлялось, ногти, наращенные бумажными формами, выйдут самыми идеальными. Ну естественно, если вы умеете правильно устанавливать форму. Отклеиваем форму от основания. Отделяем центральную часть от формы. Приклеиваем ее ко внутренней липкой части свободного края формы. Чтобы в результате ноготь получился ровным, приклеить нужно также ровно. Это сделать легко, ведь форма просвещается и хорошо видно разметку. Прикладываю форму к пальцу, заводя под ноготь. Пока еще ничего не склеиваем. Приклеиваем форму плотно установили на ноготь, но бумажное основание не доходит до зоны в роста ногтя. Здесь есть несколько миллиметров отступа, поэтому форму необходимо подрезать. Ее нужно углубить на эти несколько миллиметров, которые не достают до ногтя. Также стоит учитывать, что при наращивании формы квадрат, кончик бумажной формы должен быть слегка приподнят вверх. За счет этого получится красивый арочный квадрат. Так как форма моего натурального свободного края овальная, делаю углубление на бумажной форме также овальное, приблизительно на 3-4 миллиметра. Устанавливаем и проверяем. Завожу форму под ноготь. Обратите внимание, что бумажное основание мы пока не склеивали. Контролирую, чтобы центральная линия на бумажной форме была продолжением центральной оси фаланги пальца. В таком случае получится ровные ногти. Дальше контролируем, чтобы форма плотно заходила под все участки свободного края вашего ногтя. Особенно это касается зоны вроста ногтя. Эти уголки также должны хорошо заходить на форму. Также для того, чтобы боковые валики не сдвигали и не выбирали бумажную форму, необходимо сделать надрезы как раз для боковых валиков. Надрезы делаем от зоны вроста ногтя. Под этими надрезами вырезаем углубления для боковых валиков. На первый взгляд это выглядит очень муторно, долго и тяжело. Но на самом деле, если вы уже наработали руку и поняли, как это делается правильно, наращивание бумажными формами происходит не намного дольше, нежели верхними. Зато в результате вы создаете идеальные ногти. Устанавливаем подготовленную вырезанную бумажную основу. Плотно заводим под ноготь. Не забываем, что край формы должен быть слегка приподнят вверх. Если вы уверены, что форма уже установлена ровно и правильно, только после этого склеиваем ее между собой. Причем склеивать края формы также нужно идеально ровно. Если склейка будет неровная, ноготь также ровным уже не получится. Проверяем места зоны вроста ногтя, чтобы бумажное основание плотно заходило везде. И убедившись, что все стоит как полагается, можно переходить к наращиванию. Производить наращивание удобнее всего полигелем или гелем желе, любым густым гелем. Сегодня я использую прозрачный полигель фирмы Global Fashion. Выдавив небольшую гарошину на кончик, с помощью кисти распределяю материал до нужной длины и формы. На самом деле наращивание на бумажные формы производится намного быстрее. Я же в своем видео прямо разжевываю это все, поэтому кажется, что это очень долго и тяжело. Когда выкладка материала завершена, отправляем ноготь сушиться в лампу буквально на 20 секунд. После достаем ноготь и надеваем зажим для создания арки. И вновь отправляем в лампу на 20 секунд. После достаем пальчик и снимаем зажим. Бумажную форму также необходимо снимать аккуратно. Вначале сплющиваем и склеиваем ее между собой, а уже после аккуратно опускаем вниз. Ноготь на месте и форма снята. Дополнительную длину нарастили. Опиливать пока ничего не буду. Сразу перехожу к дизайну. Беру гель-лак под номером 2000. Название видите на экране. Это прикольный гель-лак с эффектом ртути. Именно его использую как подложку сегодняшнего дизайна. А вообще можно взять любой цвет. Наношу на ноготь. И не важно, что ноготь кривой, горбатый. В данном дизайне это абсолютно не важно. Хитрость этого гель-лака заключается в том, что как только вы его накрасили, не стоит спешить сушить в лампе. Дайте гель-лаку отдохнуть и настояться буквально одну минуту. В течение этого времени блеск располагается таким образом, что получается хромированный металлический эффект. Ссылки на все использованные материалы я оставлю в описании под видео. Если ссылки не открываются, включите VPN. После ноготь перекрываю серебряным светоотражающим гель-лаком. Теперь беру обычный гель средней вязкости. В принципе, этот этап дизайна можно и пропустить. Но мне захотелось еще больше блестящего. Поэтому кисть окунаю в гель и тонким втирающим слоем наношу материал на ноготь. Отправляю сушиться в лампу. Мне необходима лишь липкость от геля. Теперь беру фольгу. Можно взять серебряную голографическую. Можно взять прозрачную бензиново-переливающуюся. Я же возьму прозрачную с эффектом битого стекла. И на липкость от геля перепечатываю фольгу. Прозрачная фольга суперяркого эффекта не даст. Но в этот дизайн свою лепту все же внесет. Основным элементом сегодняшнего дизайна будут объемные треугольные камефубуки. Их еще называли чешуей дракона. Это тот декор, который я не использовала, наверное, больше двух лет. И который просто валялся в тумбочке. Поэтому мастера, не спешите выкидывать то, чем вы не пользуетесь. Ведь это может пригодиться в будущем. Эти блестящие треугольнички бывают разных цветов. Я выбираю подходящий под мою основу. Поэтому беру серебристые с фиолетовым переливом. На кисть набираю небольшое количество геля. Можете использовать густую базу. Наношу на ноготь и начинаю выкладывать. Выкладываю хаотично. Никакого узора не создаю. Просто, чтобы они располагались плотненько друг к другу. Но вначале выкладываю, а потом вот это вот все сдвигаю в кучку. Также обратите внимание, что их выкладываю не до самого кончика. Ведь впереди еще будет опил формы и продолжение дизайна. Ноготь еще не сушу. Беру крупные светоотражающие частицы. Набираю кистью блеск и вожу прямо по ногтю. Блесточки прилипают к гелю в тех местах, где нет чешуи. Тапаю пальчиком, чтобы прибить блеск. Но при этом делаю это аккуратно, чтобы не сдвинуть чешую. А вот теперь отправляю сушиться в лампу. Для завершения дизайна поверхность ногтя необходимо выровнять. Можно набрать кистью гель и обычным способом сделать выравнивание. Но после этого нужно будет производить опил, и от этого дизайн будет нелегким. А можно сделать в разы проще. В этом и будет заключаться суть двойного наращивания. Для этого мне понадобятся обычные верхние формы. Тот пластик, с помощью которого получается ноготь уже с готовой архитектурой. Подбираю нужную и подходящую по размеру форму. Пластик должен перекрывать полностью весь ноготок. Запоминаем, на какой отметке заканчивается наш ноготь. Поворачиваю пластик и наношу материал. Я использую все тот же гель средней вязкости. Наношу сначала тонкий слой, затем добавляю более объемную каплю геля. Основная часть материала сконцентрирована на пластике около кутикулы. Подносим форму к ногтю. Ох, как блестит! Форму прикладываю около кутикулы, сделав отступ буквально 1 мм. От кутикулы форму опускаю вниз. Материал распределяется и стягивается к кончику. Образуется вакуум и форма плотно установлена на ногти. После просушки поджимаем и снимаем пластик. Поверхность ногтя уже готова. Остается лишь придать форму и опилить свободный край ногтя. Ноготь тоненький, без лишнего объема материала. Отличная арка. Он гладкий и не нуждается в поверхностном опиле. Необходимо лишь придать форму свободному краю и нижним параллелям. Возможно у кого-то возникнет вопрос, почему я не сделала наращивание с этим дизайном сразу на верхние формы. Объясню. Первое. Я хотела показать, как делается наращивание бумажными формами. И второе. Я хотела продемонстрировать, как можно сделать этот дизайн на кривой тоненькой подложке. То есть, например, этот дизайн во время коррекции можно сделать буквально за 5 минут. И получится готовые нарядные ногти. Далее я хотела как-то органично соединить свои черные ногти с этим блестящим. Поэтому беру кисть Хабиби с длиной ворсов 15 мм. И черную гель-краску от Patrice Nail. И кончик ногти украшаю черным френчем. После чего быстренько щипаю остатки кутикулы. Кстати, верхняя форма у кутикулы не сделала никакой ступеньки. А если небольшая волна перехода все же есть, от нее легко избавиться с помощью бафика. И остается топ. Мой самый любимый от Kira Nails. Перекрываю и проявляю всю эту блестящую прекрасную красоту. Блеск от этого дизайна нереальный. Ноготь смотрится просто шикарно. Если честно, я даже не ожидала, что это будет выглядеть настолько круто. Причем ноготь блестит при разном освещении по-разному. Короче, дизайн реально космический. Самое то, что необходимо для нас, девочек. А если вы повторите этот дизайн, присылайте свои фотографии в мои соцсети. И я обязательно опубликую. Ссылки на соцсети на моей основной странице ютуба. Справа сверху в углу экрана. Надеюсь, видео было полезным и понравилось. Подписывайтесь на канал. Делитесь моим видео. И не переключайтесь. Дальше больше. Пока-пока.